Радио НВ В австралийском штате Квинсленд в местном университете разработали метод диагностики, ранней диагностики раковых заболеваний. Причем по их собственным словам речь идет об универсальном методе. Суть там такая. Человек сдает кровь на анализ и буквально через 10 минут ему говорят, есть ли у него опухоль. Более того, ученые, разработчики этого метода надеются, что в недалеком будущем они смогут улучшить его действия таким образом, что можно будет говорить по этому анализу, какого типа опухоль это, во-первых, и во-вторых, как долго она живет, существует в организме человека, то есть ее возраст. Я тут хочу сказать, конечно, этот метод вот о нем объявлено, опубликован научный труд, и вроде бы там все работает, но сколько раз уже было, что подобного рода новости были представлены в излишне хайповом виде, поэтому сейчас я бы так особо не плясал от счастья. Но в принципе, что тут надо сказать? Дело серьезное, ученые серьезные, это не какая-то желтая пресса сообщает, абсолютно все нормально. Я поговорил с некоторыми медиками, они говорят, что действительно очень элегантный, очень интересный метод обнаружения вот этих опухолей. Дело там вот в чем. ДНК у раковых опухолей в клетках, оно сильно отличается, она, наверное, кислота, сильно отличается от ДНК здоровой клетки. Соответственно, если в специальный раствор опустить ДНК здорового человека, то этот раствор не изменит цвет, а если опустить ДНК больной клетки, то есть не человека, а клетки, естественно, а больной клетки, раствор цвет изменит. То есть такая лакмусовая бумажка, и можно будет сразу понять, ага, тут, значит, большое скопление нездоровых раковых клеток, или тут его такого скопления нет. То есть позволит, если все срастется, это позволит выявлять заболевания онкологические на самом раннем этапе. То есть сейчас в чем большая проблема, в том, что многие люди приходят к врачу, когда уже слишком поздно уже, как говорится, пить боржоми, и поэтому высока довольно смертность от онкологических заболеваний. В том случае, если такие тесты войдут в обиход, их сможет производить каждый человек, там, не знаю, раз в месяц, например, да, при любом посещении врача точно это будет. И в таком случае будет выявляться на самых-самых ранних стадиях, когда никаких проблем удалить эту опухоль или ее как-то там заглушить, подавить другими методами, нет. То есть ранняя диагностика наша, все по-хорошему, я так предполагаю, что если этот метод будет запущен в массовое использование, то, во-первых, это спасет гораздо больше даже жизни, чем пенициллин, то есть открытие антибиотиков. Я думаю, что в перспективе это будет невероятно важный инструмент спасения человеческих жизней. Это первое. Второе. Те люди, которые изобрели этот метод, то есть специалисты университета Куинсланда в Австралии, наверняка получат Нобелевскую премию. Я бы, на самом деле, им дал бы все пять Нобелевских премий, или сколько их там дают, потому что их открытие изменит жизнь. То есть является очень важным как естественно для медицины и биологии, так и для химии, так и для экономики, так, наверное, и для поддержания мира, потому что это прямое спасение жизни людей, да, так и для, наверное, и для физики тоже, потому что сколько физиков будет спасено от всяких раковых заболеваний. То есть, по сути дела, можно будет сказать, что рак не вылечат, я тут сразу хочу сказать, рак не станет от этого излечимым, но рак станет, будет обнаруживаться на невероятно ранних стадиях, что повысит выживаемость людей до, ну, просто радикально повысит выживаемость. Я, конечно, очень надеюсь, что это все сработает. Опять же, там необходимы проверки провести другими независимыми медицинскими университетами, институтами, лабораториями, видимо. Но пока, пока все выглядит так, как будто этот метод будет работать. Вы знаете, это дает надежду на то, что, возможно, мы как человечество справимся с одним из самых главных бичей, наверное, правильное слово, в медицинском смысле. То есть, мы наконец-то избавимся, вернее, не совсем избавимся, а научимся предупреждать и лечить на ранних стадиях болезнь, которую уносит миллионы или даже десятки миллионов жизней по всему миру каждый год. И слава богу, что нашлись такие ученые, какие они молодцы и красавчики. И я их за это очень люблю и уважаю. И я бы им дал, еще раз повторю, все Нобелевские премии, потому что они действительно молодцы. Но, опять же, если будет работать. И так, это у нас были хорошие новости из Австралии. Дальше перейдем, кстати, сегодня будут еще австралийские новости. Дальше, что я хочу сказать. Значит, саммит в Аргентине, больше двадцатки закончился, очень такое забавное мероприятие произошло. Естественно, как и на любом саммите подобного рода, лидеры разных стран, международных организаций, МВФ, Евросоюз и так далее, сидели за круглым столом, толкали друг другу речи. Никакого смысла в этих речах не было. Все тут же забыли, о чем говорили. Но им, конечно, приходится делать вид, что они не просто так встречаются, а на самом деле работают. Поэтому они сидят за этим столом дурацким круглым и что-то там обсуждают. На самом деле, все самое интересное происходит, естественно, в кулуарах, где у мировых лидеров есть возможность пообщаться один на один или в небольших группах. Коммунике итоговое, я даже не помню, чтобы я видел его хоть в одной новости, потому что оно никого, опять же, тоже не интересует. Что всех интересует? Единственный серьезный результат этого саммита, на мой взгляд, это переговоры Дональда Трампа, президента США и китайского председателя Си Цзиньпиня о том, что они заключают на 90 дней, скажем так, перемирия в торговой войне. По словам Трампа, китай по условиям этого перемирия начнет приобретать у Америки товары сельского хозяйства, то есть еду, по сути дела, плюс машины и оборудование. Что именно имеется в виду, не очень понятно. Сейчас все, я вот почитал американские газеты, все говорят, ну да, как бы неплохо, то есть даже мировые биржи, ну, пришли в такое некоторое оживление после того, как было заключено это перемирие в торговой войне. Но никто пока толком не понимает, о чем именно идет речь, потому что Трамп сказал, китайцы купят у нас, то есть у США продуктов и услуг на 1,2 триллиона долларов. Все же такие пробежали смотреть, а что имеется в виду, ну, пока никто не знает. Более того, рынки даже немножко обеспокоены тем, что Трамп назначил на переговоры по полному прекращению торговой войны человека, которого зовут Роберт Лайтхайзер. Этот человек очень образованный, хороший юрист, политика американский, но у него есть такая черта, он страшно не любит китайцев, и он ведет себя с ними очень жестко всегда. И поэтому биржи, все мировые и журналисты, следящие за этой темой, решили, что вряд ли удастся достичь какого-то серьезного компромисса, поскольку не очень понятно, то есть этот человек, скорее всего, выкатит против китайцев такие заранее невыполнимые условия. По самому этому перемирию, там еще такой интересный момент, Трамп обещал, что китайцы пойдут на структурные изменения своей экономики. Тоже непонятно, какие именно изменения имеются в виду. Почему? Потому что у китайцев, знаете ли, то, как бы, система управления их экономикой очень сильно отличается от системы управления американской экономикой. И что ожидать от китайцев, то, что они вдруг начнут, например, воровать технологии, смысла особого нет. Скорее всего, не прекратят они это делать. Дальше китайцы прекратят разрабатывать собственные какие-то там способы ухода, то есть хакерские всякие атаки там будут продолжать. То есть я не верю, да и не только я, все большинство наблюдателей, не очень-то верят в то, что китайцы прекратят заниматься тем, чем они сейчас занимаются, и то, что американцы сами называют жульничеством в экономике. И третий вопрос, который еще не очень понятен после этого саммита был, вернее, ответа на этот вопрос нет. Ну хорошо, вот договорились на 90 дней заключить перемирие, а дальше-то что? Тоже непонятно. Будет возобновлена война, вот эти тарифы вновь введены, пошлины на товары, не очень ясно, поэтому, скажем так, биржи чуть-чуть достаточно оптимистично отнеслись к этим новостям, но не до конца они убеждены в том, что торговая война закончится, а торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира, это, как вы понимаете, довольно плохо. Вот это то, что касается содержательной части нашего замечательного саммита в Аргентине. Были там еще и не очень содержательные вещи, точнее совсем бессодержательные, просто смешные и забавные. Ну вот, например, всех, конечно, порадовало приветствие Владимира Путина, президента России, и саудовского кронпринца, и фактического руководителя страны Мухаммеда бен Салмана. Они так, знаете ли, обменялись таким, то, что говорят, хай-файв американцы называют, у нас это говорят часто пятюню дай, то есть хлопнули рука об руку высоко поднятыми, очень улыбались, и все, конечно, начали шутить, что наверняка они говорили, что вот Трамп, извините, не Трамп, а Путин говорит, а я вот, знаешь ли, предпочитаю травить людей, там, полонии 210, так здорово, человек изнутри разрушается, или там новичок какой-нибудь, когда человек умирает, никто даже не понимает, от чего, а Мухаммед бен Салман ему отвечает, что вот, знаешь, а я вот думаю, что неплохо людей разрезать на куски, а потом их в кислоте растворять. Вот они так улыбались, шутили, весело им было, все решили, что, наверное, именно об этом своем диктаторском они и говорили. Почему на это все обратили внимание? Да потому что, кроме Путина, с Мухаммедом бен Салманом пообщался только Макрон, и то Макрон уже прилетел за этот разговор, все его осудили в родной Франции за это дело. Почему? Макрон говорил, слушай, мужик, я очень волнуюсь из-за того всего, что происходит, это Мухаммеду бен Салману говорил. Мухаммед бен Салман говорит, да не волнуйся, все нормально, у меня все под контролем. Самое интересное, не врал, у Салмана действительно все, Мухаммед бен Салману все под контролем, потому что он диктатор, у него в королевстве не забалуешь, что называется. Собственно, вот Хашукджи, этот журналист пытался, Джамаль Хашукджи пытался забаловать, начал критиковать своего правителя, ну вот его и убили абсолютно зверски в Стамбуле. А у Макрона, в свою очередь, там, знаете ли, висели дискотеки в полный рост. Вот во Франции там, вот сейчас вы, наверное, слышали в новостях, где беспорядки не стихают, и вообще я бы не называл это беспорядкой, уже даже похоже на восстание, потому что я читал, знаете ли, статью в газете Guardian, там кто-то из местных жителей уже предлагал соорудить на Елисейских полях по старому французскому обычаю гильотину и употребить эту гильотину для смены власти во Французской республике. Я думаю, конечно, это скорее шутка, вряд ли до этого дела дойдет, но, в принципе, настроения у людей довольно серьезные, и я думаю, это большая ошибка, то, что власти Франции сейчас начинают арестовывать участников манифестации, потому что это может выйти боком властям. Вчера была новость о том, что правительство согласилось приостановить повышение налогов на дизельное топливо, собственно, с этого повышения и начались беспорядки, но митингующие, у них нет единого лидера, у них какие-то группки есть по интересам, так вот одна из группок по интересам сказала, что нет, нас это не устраивает, нам этого мало, мы хотим полной отмены планов по повышению налогов на топливо, это первое. Второе, они говорят, нам нужно изменение политического курса, то есть, по сути дела, они уже почти в полусловии остались от требования отставки президента и правительства. И это, на самом деле, очень веселая ситуация, потому что популярность Эммануэля Макрона, президента Франции, обваливается просто с каждым днем. Неделю назад у него было 40%, сейчас 30%, она продолжает снижаться. Он ничего не может сделать, не может никакие реформы, которые он обещал проводить, не может справиться с манифестантами, но и не повышать цены он тоже не может, потому что благодаря его мудрому руководству Франция сидит без денег, и там действительно очень мало, бюджет плохо наполняется, поэтому ему где-то надо брать деньги. Он, конечно, сейчас заявляет, что все вот эти повышения ради экологии, ну, это, понятно, брехня, ни о какой экологии он не думает, иначе бы ввел бы какие-нибудь, не знаю, субсидии на приобретение электроавтомобилей. Но он этого не делает, он просто повышает цены на бензин и на дизельное топливо. Естественно, народу это не нравится. Я думаю, что во Франции очень сильные профсоюзы, очень сильные левые движения, очень серьезно организованы люди протестующие, они протестовать умеют и любят, и я думаю, что они добьются своего, то есть полной отмены планов правительства по, даже не либерализации, а просто по повышению налогов на топливо. В результате что произойдет? Популисты одержат верх, и таким образом Франция скатится, в общем, к популизму. Я абсолютно уверен, что на следующих выборах Эммануэлю Макрону ничего не светит, и, скорее всего, он их продует с треском. Вопрос только кому? Либо правым популистам, а именно Марин Ле Пен, либо левым популистам, есть там такой Жан-Люк Меланшон, такой Берни Сандерс французский, даже еще левее, чем Берни Сандерс, и я думаю, ну у него сейчас, кстати, большинство вот этих демонстратов очень любят этого Меланшона. То есть с очень большой вероятностью проблемы у Макрона продлятся еще в следующем время. Насчет Меркель, что я хотел сказать. Тут она на первый день саммита не успела, потому что у нее сломался самолет, и она с этим самолетом, ей пришлось срочно сажать самолет в Кельне, она взлетела из Берлина сажать в Кельне, прилетела она в Берлин, извините, не в Берлин, а в Кельне, так, взлетела из Берлина, села в Кельне, потом ей пришлось ехать в Мадрид, и в Мадриде на обычном рейсовом самолете из Мадрида она летела в Буэнос-Айрес, там люди, кстати, фоткались с ней, и в соцсетях размещали фотографии смешные, как они сидят вместе с Меркель. Дело в том, что, да, самолет ее сломался. Еще насчет Меркеля я хочу сказать такую интересную, даже можно сказать забавную деталь, на саммите в Аргентине, подсмотрели, как она общалась с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Она хвалила его, хвалила политику его партии, там правый министр, премьер-министр, говорила, что как он много делает для развития двусторонних связей, какой он вообще молодец. А журналисты подглядели, что у нее в руках была такая пачка листиков, и на этой пачке было написано, что кто такой вообще этот Моррисон, и сразу стало ясно, что он видит его первый раз в жизни, вообще не очень понимает, о чем он, кто этот человек, что он хочет. Там вот полная информация была на этой шпаргалочке для Меркеля, об этом человеке написано. И Меркель понять можно, дело в том, что в Австралии за последние пять лет поменялось пять премьер-министров, там идет не политическая борьба, а просто какая-то кровавая резня. В Австралии политическая, все против всех воюют, и сбрасывают друг друга с пьедестала, и с трона только так. Поэтому о Меркеле в общем можно понять в этом смысле. Ну и, кстати, сама Меркель, вот уже в выходные эти, одной из главных новостей мировых будет, наверное, то, что Меркель прекратит быть председателем партии Христианско-демократический союз, нынешний правящий в Германии партии. Кто-то придет к ней на смену, еще пока не решено, там как минимум три кандидата есть на этот пост. Но штука в том, что, скорее всего, в 2019-м уже году Меркель перестанет быть и канцлером Германии. Есть такая вероятность, не исключается это, потому что сейчас у Меркель довольно слабые позиции и внутри партии, и внутри германии как страны. Народ от нее немножко устал, потому что она уже очень давно управляет своей страной и хотят каких-то изменений. Я думаю, в 2019-м году произойдет смена поколений в Германии, смена правящих поколений, скажем так. И дальше Германия пойдет каким-то очень интересным путем, пока неизвестно каким точно. Но Меркель опоздала, это ладно, дело такое. Ее не было из-за этого на общей фотографии. Там была интересная история. Трамп тоже едва попал на эту общую фотографию участников саммита, потому что Трампа на сцену позвал Маурисио Макри, это действующий президент Аргентины, то есть хозяин саммита. Он сказал, так, Трамп, давай выходи на сцену, но Трамп вышел, подвал руку и ушел. Макри за ним побежал, говорит, мужик, стой, куда ты, мы сейчас фотографироваться будем. Но Трамп просто как танк развернулся и побежал от аргентинского президента. У какого-то там помощника или кто-то пришел ему на помощь, человек говорит, не-не-не, стой, мы сейчас будем фотографироваться. Он говорит, get me out, то есть выведи меня отсюда, отпустите меня, выпустите меня, да, то есть по сути дела такой перевод. И вы знаете, многие юмористы американские пошутили, что сейчас они работают над этим, над тем, чтобы get Trump out, то есть выгнать его, по сути дела. Там такая игра слов. Трамп, если Меркель приехала позже на саммит, а Трамп уехал раньше. Он отменил несколько встреч, в том числе и с Владимиром Путиным. Сказал, что не хочет встречаться с Путиным из-за ситуации с украинскими захваченными моряками и кораблями, но в США в это никто не верит. Все уверены, что Трамп уехал, поскольку уехал раньше, не стал встречаться с Путиным, поскольку боится, что такая встреча его скомпрометировала в глазах американцев, простых американцев. Дело в том, что Трамп, у Трампа сейчас очень серьезные неприятности на родине, именно связанные с Россией. И многие предположили, что он не хотел бы усугублять эти неприятности, поэтому решил отказаться от формальной встречи с Путиным. В то же время, кстати, говорят, что в России заявляют, что Путин и Трамп все-таки поговорили, но это произошло без свидетелей, без камер, где-то там в кулуарах этой встречи. И даже уточняют, что Трамп первым подошел к Владимиру Путину. Я уж не знаю, чем тут можно гордиться, но контакт, как говорится, состоялся, поэтому Трамп не может говорить, что он вообще не встретился с Владимиром Путиным. Встретился. Ну, вот смотрите, вот такой интересный получается саммит. Меркель, скорее всего, уже не будет на следующем саммите канцлером. Для Трампа тут все очень непонятно, потому что про Трампа я еще буду рассказывать. Австралийца Моррисона, которого Меркель не узнала, у него тоже все сложно, потому что я уже сказал, что у них там резня в политике идет, в Канберре, и его запросто могут тоже лишить поста премьерского в любой момент. Там очень тяжело. И даже у Путина не все ясно, потому что у Путина сейчас тоже там огромные проблемы возникают. Я там чуть ниже расскажу о том, какие прогнозы строит российский Центробанк. Если коротко, то ничего хорошего не светит, не обещает на 2019 год. Ну, а Макрона, как я уже сказал, хотят отправить на гильотину. То есть, в принципе, этот саммит может, вернее, следующий саммит по составу своих участников, может быть, будет совсем другим, сильно отличаться от нынешнего. Было бы интересно на это посмотреть. Итак, Трамп. Самое веселое сейчас, конечно, историю Трампа. Его, как зверя на охотников, гонит сейчас спецпредставитель, а по сути дела спецпрокурор Роберт Мюллер. Это такой, знаете, очень интересный человек. Я тут недавно посмотрел большой сюжет о нем вообще, ну, почти фильм о нем, да. Что же это за такой спецпредставитель? Знаете, очень такой, очень сложная личность, я бы так сказал, мягко говоря. По-моему, телеканал PBS, это были, может, даже CNN, я уж не помню. Его боятся даже его знакомые. Это такая, знаете ли, безэмоциональная, суперэффективная машина для выяснения правды. То есть, это такой, почти что робот. Его купить, уговорить, уломать, разжалобить, запугать невозможно. У него нет эмоций вообще. Он свою задачу знает, его задача установить все обстоятельства дела и после этого добиться справедливости. В любом деле. Больше он вообще ничего, ни на что, по сути, не то, что не умеет, он ни на что не заточен. Вот это, в этом смысле, он суперпрофессионал. Меня, знаете, какой момент удивил, оказывается. Несколько раз во время своей профессиональной карьеры Мюллер, который на самом деле является одним из самых квалифицированных юристов в США, пытался заработать денег в частной практике. То есть он становился адвокатом и пытался защищать разных людей, которые подвергаются уголовному преследованию. То есть перейти как бы со стороны прокурора на сторону адвоката. И, знаете, всякий раз у него ничего не получалось, несмотря на то, что он блестящий юрист. А дело вот в чем. Он честно занимался изучением всех обстоятельств дела своего подзащитного. и в конце понимал, что его подзащитный на самом деле там, ну, скажем, жулик или убийца или что-то еще. И он к этому подзащитному приходит и говорит, вы знаете, вы преступник, и вас надо отправить в тюрьму. Понятное дело, что после таких слов с ним никто не хотел работать, особенно те, кто действительно понимал, ну, совершил какие-то преступления. И богатых клиентов у Мюллера почти не было. Все его боялись как огня, потенциальная клиентура. То есть адвоката он, прямо скажем, был никакой. Зато прокурор из него просто идеальный. Он, знаете, такой физически не мог защищать таких бандитов, но при этом очень хорошо умел их сажать. Он возглавлял ФБ, работал прокурором в разных местах и на разных должностях прокурорских. И вот сейчас этот человек очень методично, очень медленно, очень спокойно, безэмоционально, без шума, без пыли выстраивает вокруг Дональда Трампа такую, знаете ли, паутину, паука очень, например, паутину, куда Трамп, как муха или какой-то даракан, бестолковый, размахивающий руками, ногами, языком и всеми прочими частями тела, он туда влип в эту паутину. И чем сильнее он пытается вырваться из этой паутины, тем больше в ней запутывается и тем более безнадежным становится его положение. А Мюллер в это время спокойно, опять же, безэмоционально смотрит на Трампа и точит свои зубы-стилеты, которые он в недалеком, как я предполагаю, будущем вонзит в жирное президентское тело и съест Трампа просто без хлеба. Просто так. Дело вот в чем. Сейчас у Мюллера очень много доказательств вины скопилось в Трампа. О чем речь? Во-первых, начал говорить Майкл Коэн, бывший решала, если так можно выразиться, Трампа его адвокат. Коэн рассказал такую замечательную историю о том, что Трамп собирался в Москве строить небоскреб, башню Трампа, как они везде называются, и подарить пентхаус в этом небоскребе ориентировочной стоимости в 50 миллионов долларов никому иному, как Владимиру Путину, чтобы после того, как там поселился Путин, туда селились разные другие русские олигархи, и чтобы они стали покупателями квартир в этом небоскребе. Но самое смешное тут вот, что разговоры и планы строительства этого небоскреба продолжались аж до того момента, когда Трамп стал кандидатом в президенты от республиканской партии. То есть до этого Трамп готовился запасной, скажем так, аэродромчик в виде вот этого суперогромного бизнес-проекта в Москве. И это все происходило, несмотря на то, что до этого и Коэн, и Трамп говорили, что никаким образом вообще не связаны с Россией. Хотя их там объединяли в этом, да, они говорят, не, мы с Россией не связаны. А в это время вели себе тайны переговора с российскими властями о строительстве в Москве небоскреба имени Трампа. Из-за этого у президента и у его, так сказать, соратников могут возникнуть очень серьезные проблемы. Еще одна интересная история. Пол Манафорт, известный нам очень хорошо жулик, работавший с Янукович, он одно время возглавлял предвыборный штаб президента, вернее, не президента, тогда еще кандидата Трампа. И он во время этой работы постоянно мотался в Лондон, где разговаривал с Джулианом Ассанджем, главой Викиликс. Викиликс, чтобы вы понимали, последние годы превратился в такой сливной бачок, через который российские спецслужбы вываливают разный самый компромат на западных, на западные страны, на их лидеров, на их политические институты и так далее. В общем, выясняется, что наш дорогой Трамп, извините, не Трамп, ну, можно сказать, что и Трамп через Манафорта поддерживал связь вот с этим сливным бачком непонятно, естественно, потому что как раз через Викиликс сливалась информация о негативной информации о Хиллари Клинтон, благодаря которой в значительной степени Трамп и победил. То есть, прямой мотив есть таких проведений таких встреч и прямая выгода для Дональда Трампа. Он сам, Трамп говорит, что не когда, вообще ничего не знал об этих встречах Манафорта, то есть главы своего штаба с Ассанджем. На самом деле, вряд ли это так, потому что, скорее всего, знал. Ну, как бы, просто логично об этом это предположить. Кроме того, тут интересна такая штука. Сейчас Мюллер добился того, что Трамп ответил на его вопросы в письменном виде. Вопросы по расследованию вот этих всех российских дел, связи с Россией. Трамп ответил. Ну, тут важно вот что. У Трампа было соглашение, так называемое, о совместной защите с Манафортом. Соответственно, они вырабатывали одну общую линию поведения в разговорах с Мюллером. И поскольку, то есть они отвечали примерно одинаково на примерно одинаковый вопрос. То есть, скорее всего, они говорили, что ничего не знали ни про Санжа, ни про что вот такое. А тут выясняется, что Манафорт врал следователям. Причем выяснилось это уже после того, как Трамп отправил Мюллеру свои показания. Соответственно, можно сделать вполне логичный вывод, что и Трамп наврал Мюллера в этих показаниях. А это тоже большое дело, серьезное, поскольку Трамп у нас, знаете ли, во-первых, президент, во-вторых, он давал показания эти под присягой. Соответственно, Трампа можно привлекать за дачу ложных показаний будет, когда он перестанет быть президентом, например. В общем, тут сразу несколько, еще одна интересная связь, это, конечно, совещание в трамповском небоскребе, где, опять же, вышеупомянутый Манафорт принимал участие, сын Трампа, Дон, Дональд Трамп-младший, и его зять Джаред Кушнер. Они там вместе сидели и с российскими людьми, представителями разговаривали о, вот эти россияне пообещали компромат на Хилари Клинтон. Компромат они не дали, но такую встречу провели. Соответственно, просто за участие, за организацию в этой встрече можно этих людей, во-первых, судить-то уж точно можно. А вот Трампа, непонятно, знал он или не знал. Он говорит, что не знал. Но тут интересный момент. Когда встреча закончилась, у Дона, то есть у его сына, зазвонил телефон. Кто-то важный звонил Дону, Дон ответил на звонок, рассказал об этой встрече, об ее итогах, но потом вдруг внезапно забыл, кто ему звонил. Так сейчас Мюллер сможет оживить, так сказать, память, освежить память Дона-младшего, поскольку он получил доступ к данным телефонных компаний и, соответственно, он может узнать, с чьего номера звонили на Доновский телефон. Если выяснится, что это звонила его папаша, то папашу можно брать за жабры и выталкивать с поста президента просто через процедуру импичмента. Вот такие веселые дела сейчас у нас там. У Трампа, конечно, после всего этого началась паника. А, еще один момент забыл совсем сказать. Майкл Флинн дал огромный объем показаний, настолько большой, что Мюллер сказал, что Флинна нельзя, то есть не стоит сажать. Флинн, это, напомню, бывший советник по национальной безопасности Трампа, который тоже был связан с Россией и с его разоблачения, с его показаний, в общем, вся эта история и началась. Поэтому Флинн, который честно и одним из первых ответил на все-все-все вопросы следователей, видимо, заслужил себе то обстоятельство, что он не попадет в тюрьму. А вот все остальные большие вопросы. И самое интересное, будет ли выписан ордер на арест кого-то из семьи Дональда Трампа, его сына, зятей или дочки. Флинн у нас начал сотрудничать со следствием, Коэн тоже начал сотрудничать, теперь Монафорту, который попался, тоже придется сотрудничать со следствием, потому что одно неверное движение, хоть одно слово лжи, и его посадят до конца его дней Монафортовских в тюрьму. И у Трампа, конечно, паника, он бесится, его сейчас начинают окружать сынишку его, Дональда. Но Дона ему не жалко, потому что Дон, у Трампа сын такой довольно бестолковый, Трамп его не любит. Поэтому если сына возьмут за жабры, ему, в общем, не то чтобы все равно, но так, такое. А вот если за дочкой придут, вот тут серьезно все, и он очень боится за нее. За дочкой могут прийти также через ее мужа. Там, смотрите, какая интересная история. Есть ее муж, Джаред Кушнер, человек с абсолютно кинематографической, можно сказать, судьбой. Мало того, что он женат на дочери президента, главное, он, так сказать, в гражданской своей жизни, был разработчиком, девелопером недвижимости. То есть у него много всякой недвижимости. И главный его, предмет его гордости небоскреб по адресу 5-я авеню 666. Прям такой адрес. На самом деле годилось бы для какого-то плохого кино или названия альбома какой-нибудь рок-группы, но на самом деле это всего лишь адрес того места, где у него стоит небоскреб. Этот небоскреб он купил в долг, по сути дела, но еще никак не может расплатиться с долгами, поэтому ходит, бегает по миру, цыганит деньги то там, то сям, то у саудовцев, то у эмиратцев, то у катарцев, то, может быть, и у русских. И были такие слухи, потому что денег, там больше миллиарда долларов ему нужно выплатить за это здание, и он не знал, где взять деньги. Эта сделка по приобретению этого небоскреба для него стала просто катастрофой. И многие сейчас в Америке предполагают, да и я, например, предполагаю, что его сейчас очень тесные связи, скажем, с тем же саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом связаны с тем, что ему необходимо выплачивать деньги за этот небоскреб. Мухаммед бен Салман ему просто дает деньги, чтобы тот мог расплатиться с кредиторами за ипотеку, скажем так, этого небоскреба. То же самое с катарцами. Катарский фонд суверенный там как-то пытался участвовать в работе, вернее, войти в доле этого небоскреба. Поэтому сейчас Джаред Кушнер просто не может взять и отказать в поддержке Мухаммеду бен Салману, даже несмотря на то, что весь мир уже убежден, что именно Мухаммед бен Салман дал приказ убить оппозиционного саудовского журналиста. В общем, там шикарная история. И вот этот Пятый авеню 666, но самое главное тут вот что. Как только следователи доберутся, а они, я почти не сомневаюсь, доберутся до членов семьи, до Трампа, я думаю, тут он начнет паниковать и совершать много совсем глупых поступков и дел, и вести себя совсем странно, что и нужно Роберту Мюллеру, чтобы Трамп как можно более сильно запутывался в паутине собственно лжи, ложных показаний и так далее. Таким образом, Мюллеру будет, просто Трамп за него всю работу сделает. Я думаю, что в следующем году уже почти наверняка будут предъявлены какие-то обвинения в адрес президента США, но сначала все-таки против его детей, чтобы он начал нервничать, а потом уже против него самого. Я думаю, совершенно реалистичным выглядит сценарий, при котором следующая большая двадцатка будет без Дональда Трампа. Кто-то там, Майк Пенс, нынешний вице-президент поедет на нее. Возможно, такое запросто. Что касается, ну и к третьей нашей сегодняшней темы, такая большая, я бы хотел рассказать о наступлении нового средневековья у нас по всему миру. Тоже такая странная ситуация происходит везде. Вот на этой неделе было очень много такого. Что касается Хашукджи, убитого в Стамбуле, в консульстве, в Саудовской Аравии считают, что ну а что такое, убили плохого человека, который против там короля выступал. Подумаешь, большое дело. Они даже не понимают, в чем они провинились. Примерно та же история сейчас. Назревает, скандал очень похожий, назревает в Объединенных Арабских Эмиратах. Там, знаете ли, пропала аж целая принцесса. Принцессу зовут Латифа Аль-Мактум, она дочь местного премьер-министра дубайского шейха, шейха Эмирата Дубая, то есть начальника там местного, Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактума. Она в 16 лет пыталась сбежать из этого замечательного Эмирата, чувствовала себя как в золотой клетке, ну представьтесь, все-таки принцесса, ее поймали на границе и 16-летнюю посадили в тюрьму, где держали три года и по ее словам постоянно, почти каждый день били в этой тюрьме. Потом отпустили, но не давали ей никуда убежать. Дело в том, что папа ее очень дорожит, по ее словам, опять же, папа ее дорожит репутацией семейной и ни за что не готов позволить своей дочери жить ее собственной жизнью. Она для него в общем почти как собственность. он считает, что вопросы чести, морали, всякого такого семейного, для него всяких скреп духовных в том числе, куда важнее, чем ее права человека и ее вообще желания какие-то. Ну по сути дела для него дочь друг человека, не более того. В общем она 7 лет планировала новое бегство и сбежала. И даже ей в этом помогали женщины из Финляндии и мужчины француз. Они наняли судно с командой из филипинцев. И это судно отчалило от Дубая, ушло в открытое море, в Индийский океан с принцессой на борту. Ей уже, кстати, 32 года. Они шли-шли-шли. Но в какой-то момент посреди Индийского океана на судно высадили спецназовцы, захватили эту принцессу и укатили. Судно осталось без принцессы. После этого вышло видеообращение ее, которое она попросила распространить в случае ее пропажи. И там в этом видеообращении она говорит, что если вы смотрите, это значит, у меня дела очень плохо, скорее всего, я либо мертва, либо в ужасной ситуации. Скорее всего, меня похитил мой отец и, значит, меня либо пытает, либо уже вообще убил. И просит, конечно, помощи, чтобы на него, на отца, оказали какое-то давление, чтобы хотя бы показали, где она, эта принцесса. Отец, конечно, молчит, как партизан, ничего не говорит. Он же премьер-министр, он шейх, что ему там вообще что-то перед кем-то отчитываться. Но есть известная история о старшей сестре, вот этой вот Латифе, которая зовут Шамса. Шамса у нас в свое время тоже пыталась сбежать. Она жила в Англии в семейном поместье вот этой семьи Аль-Мактум. Ей там очень не нравилось. Она решила сбежать, пожить обычной жизнью обычного человека, обычной девушки. И убежала, правда, недалеко, в город Кембридж. Она там поселилась, тоже в Англии. Ее агенты, видимо, агенты эмиратских спецслужб поймали, выкрали и увезли на родину. Дальше тоже непонятно, что с ним произошло. Но британская полиция даже не стала проводить расследование. В общем, понятно, почему. Потому что связи с объединенными арабскими эмиратами стоят гораздо больше, чем судьба какой-то там принцессы, даже если это дочка целого шейха для, естественно, Великобритании. Таким образом, мы видим, что в 21 веке людям, даже принцессам, отказывают в праве быть просто человеком на свою собственную судьбу. Ладно бы они дети были, извините меня, 32 года. Это уже взрослые люди. Все равно им не дают жизнь, свою жизнь. И вполне возможно, что их просто убили за то, что они хотели жить своей собственной нормальной жизнью. Мне кажется, это мрачняк, и это настоящее наступление каких-то средневековых порядков, в котором, вообще-то говоря, не место в нашем мире. Но, тем не менее, в одних странах открывают какие-то новые методы диагностирования рака, а в других странах убивают принцесс за то, что они пытаются ослушаться своих родителей. В другой арабской стране, Египте, произошла тоже забавная ситуация, если это можно назвать забавной ситуацией. Местная киноактриса Ранния Юсов оказалась под следствием за то, что показалось на публике, на красно-ковровой дорожке Каирского кинофестиваля, в платье, которое было признано крайне неуместным для местной публики. Платье такое черное, но полупрозрачное. Там видно было ее ноги. Аж, пардон, до ЖП. И она сказала, что, ну, а что такого, я оделась, как обычно, одеваются все актрисы мира на кинофестиваль. С моей точки зрения, кстати, платье довольно дурацкое, но это не повод сажать человека за платье в тюрьму. Но местная прокуратура решила, а почему бы и нет. Более того, борьба с коррупцией у них не получается, у местных прокуроров. Борьба с терроризмом тоже не получается. А вот борьба с актрисой полуголой, очень даже окей. За один день состряпали обвинение, передали его в суд. Сейчас в середине января, если все будет по плану, эту госпожу Аранию Юсов будут судить за неподобающий внешний вид, за оскорбление общественной морали и по местным законам ей грозит шесть лет тюрьмы. То есть всякие там коррупционеры могут гулять на свободе, а нашли главного, значит, врага всех проблем египетских. Вы знаете, местное общество в восторге от того, что ее собираются осудить. Все считают, что вот да, вот из-за таких, как она, Египет живет плохо. Вот если бы не было таких актрис, то Египет жил бы хорошо. Я думаю, что вот как раз покуда будут судить таких актрис, вот там все и будет плохо. Но египтяне, пожалуйста, имеют, конечно, право. Самое интересное, что Египет формально-то является светским государством. Там сейчас диктатура военная. Кстати, управляет ей эта диктатура человек по фамилии Сиси, Абдул-Фатаха Сиси. Но, несмотря на такую фамилию, он запрещает ходить в полупрозрачных платьях. В общем, Египет, мне кажется, тоже скатывается в варварство, что есть хорошо. Еще одна прекрасная история тоже из Африки. В Нигерии что-то непонятное происходит с местным президентом. Там президента зовут Мухаммаду Бухари. И он вроде бы умер, но потом вроде бы воскрес, а потом вроде бы его подменили. А может быть и не умер. Там смотрите какая штука. Человеку 75 лет. Он стал президентом в 2015 году и почти сразу слег. Он болеет чем-то тяжелым. Чем именно не говорят, но известно, что он каждый год на 4-5 месяцев выезжает лечиться за границу. В основном в Англию. Бухари этот не людоед, не сволочь. Он там какие-никакие реформы проводит у себя в Нигерии. Пытается бороться даже с коррупцией, прости господи. Он какую-то аграрную реформу там затеял. То есть, в общем-то, он неплохой президент. Ну, помимо того, что он болеет постоянно, да, его нет в стране. И несколько раз он выезжал в медицинские эти отпуска, как их называют, вернулся. Вот последний раз он из Англии в начале текущего года, вы знаете, и сказал, я себя чувствую намного лучше. Все на него посмотрели, ахнули. Ничего себе. Другой человек нам помолодел, похорошел, стал, до этого был дряхлый старикашка, а тут на тебе такой живой, крепенький мужчинка такой, да? Ну, все же подумали, так, сначала это было на уровне шутки, что другой человек, а потом решил, что, а может, и правда другой человек. Вы знаете, этот слух пошел, поехал. В интернете начали, естественно, как всегда у нас в интернете полно специалистов по любым вопросам, в том числе и по вопросам внешности президента Нигерии. И там местные нигерийцы выяснили, что какие-то уши у него не такие, нос другой, какая-то носогубная складка не та, что была, и глаза другого цвета, и что-то там еще. В общем, короче, говорят, не тот, президента подменили, царь не настоящий. Выяснилось, то есть выяснили, в кавычках, естественно, местные там конспирологи, что вместо Бухари, Нигерии управляет человек по фамилии, по имени Джубриль, и вообще он из Судана, то есть такой Джубриль суданский. И этот человек на несколько лет, якобы, естественно, моложе, чем нынешний президент Нигерии, и что сам Бухари умер в Лондоне, даже нашли где-то фотографию, как королева Елизавета подписывает какой-то указ, и сказали, что это якобы, а вот она свое соболезновение пишет по поводу смерти президента Нигерии. Президенту в этой истории вообще как-то не алло, потому что ему в следующем году, в феврале, переизбираться, а как прикажете переизбираться, если вся страна уверена, что ты умер? Довольно сложно сделать, и поэтому он выступает с довольно странными заявлениями, как бы пытаясь доказать, что вообще-то он это он, и вот последнее такое заявление, заголовок, внимание, смотрите какой, это настоящий я, президент Бухари отвечает на слухи о клонировании, то есть ему пришлось сделать заявление, на самом деле абсолютно серьезно, что он это он, что он не клон, что он никакой не суданец, что он действительно тот самый человек, за которого в 15-м году проголосовали его сограждане, сделав президентом. Может быть сработает, но на самом деле я не вижу причин местным этим нигерийцам, уверенным в том, что президента подменили, поверить в то, что на самом деле он это он. В общем, ему нужно что-то предъявить, но не очень понятно, что именно он может предъявить. Потому что если бы его убили, например, можно было бы труп предъявить, а также он живой, то как, вот что прикажете предъявлять. И бедный Бухари сейчас не знает, как справиться вот с этим слухом, который грозит, угрожает его переизбранию на второй срок. Я думаю, единственное было бы разумное дело, это снять гриф секретности с его медицинских всяких дел, рассказать, чем он болел, что происходило, почему он так долго лечился в Англии и так далее. То есть прозрачность могла бы ему помочь. Но он по африканским традициям, конечно, прозрачности никакой не хочет, поэтому в Нигерии то ли зомби управляет, то ли двойник, то ли президент, который внезапно и невероятным, каким-то чудесным образом вылечился от недуга, не дававшему ему жить три года, как минимум. в России, там тоже замечательная вещь происходит, руководителями театра МХАТ имени Горького, МХАТ, если кто не знает, он разделен на две части, имени Чехова и имени Горького, Чехова он такой считается более прогрессивный, а Горького более такой ватный. Ну вот, подтверждая репутацию, руководителями Горьковского МХАТа стал Захар Прилепин из компании, в компании людей Эдуард Боярков и Сергей Пуске Палис. Это такие тоже ватники, они воевали против Украины на Донбассе, больше они, в общем-то, ничем не известны, вернее, как они известны в театральных московских кругах, но, скажем так, их таланты оцениваются не очень высоко, мягко говоря, в общем-то, они бездарности, но благодаря тому, что повоевали, поубивали людей, вот теперь им дали аж целый театр порулить. Я на это могу сказать только одно, знаете, вот Рогозин, Дмитрий Рогозин, Космос, уничтожил российскую космическую отрасль полностью практически, и сейчас вот эти три богатыря, я думаю, начнут уничтожать российский театр. Ну, анекдот просто, но, тем не менее, это правда, то есть, и в России, знаете, тоже варварство, ну, там-то уже давно, господи, все. В России, зато прекрасная новость меня просто поразила, к Новому году Российское Министерство внутренних дел закупит 28 тысяч пар наручников под названием Нежность. Как сообщается в рекламоплакате, наручники эти не нарушают кровообращение кистей рук нарушителя, а также не допускают защипов и повреждений кожи. вот теперь российские нарушители всяких там законов, конечно, заживут новой прекрасной жизнью. На самом деле, смех смехом, в принципе, что хочу сказать, российский Центробанк подготовил несколько вариантов развития событий на ближайший год, и один из таких вариантов подразумевает падение цен на месяц до 35 долларов за баррель и двузначную инфляцию, и, в общем, почти полное уничтожение российской экономики. Они, конечно, говорят, что это маловероятный сценарий, но поглядим, потому что сейчас, скажем, во всей России увеличивается количество протестов, в Архангельской области она там бунтует по всей полной программе, и денег нет вообще. Как менять ситуацию непонятно, поэтому, я думаю, ситуация в России будет становиться все хуже, и поэтому Владимир Путин тоже, может быть, не появится на следующей большой двадцатке. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковин, да пребудет с вами сила, пока-пока. Иван Яковин.